Герои Герои Здравствуйте, мои дорогие друзья! Дружболандия снова с вами! И сегодня вы узнаете, что оказывается, можно огонь разжечь и без огня? Привет, мои хорошие! Привет! Для начала я хочу вам загадать загадку. Любите загадки? Да! Тогда слушайте. Если б не было его, не сказал бы ничего. Рот. А еще точнее... Язык. Правильно, Ромочка, язык. Слушайте, а как вы думаете, зачем нам Бог дал язык? Чтобы мы могли говорить. Правильно, Денис. Чтобы мы могли говорить о Боге. Точно, Викуся, рассказывай. Чтобы мы могли кушать. Кушать с помощью языка. Это точно. А еще что мы можем с помощью языка говорить? Говорить добрые слова. А какие это добрые слова, Ромчик? Вежливый, красивый, умный, ласковый. Спасибо. Здрасте, пожалуйста. Спокойной ночи. Пусть Бог с тобой. Смотрите, какие вы золотые слова знаете. А как вы обращаетесь к своим друзьям? Вот что вы там маме или другу говорите такого хорошего? Я маме говорю, я тебя люблю. Я тоже. Как маме приятно от ваших слов. А я говорю, ты такая красивая. Молодец, Ромочка. Это же для мамы комплимент. А язык наш может говорить только хорошие слова. Язык может обидеть человека. Да, Викуся, языком мы можем даже сделать больно человеку. Не зря же есть такая пословица. Язык мой – враг мой. Слышали про нее? Нет. Ну, понимаете, это значит, что наш язык может нам так навредить, как самый злейший враг. Поэтому, ребята, прежде чем что-то сказать, нужно хорошо подумать. Заплачет ли человек от наших слов или улыбнется, обидится или порадуется. И мне мама говорит, держи язык за зубами. Правильно мама говорит. Настя, а можно разведерживать какие-то слова плохие? Можно. И сегодня мы узнаем, как это делать. Язык свеча Итак, давайте посмотрим, что приготовила сегодня нам Дружболандия. Да. О, свечи. Спички. И спичечки. Смотрите, какие они красивые. Вам нравятся эти свечи? Да. И мне очень нравятся. Давайте их зажжем. Да. Давайте. Кстати, ребята, а скажите мне, пожалуйста, что полезного дает нам свечка? Она освещает путь, если темно. Да. А еще? Она может нас согреть. Правильно, Ромочка. Держи. А я люблю свечи на тортике. И я очень люблю. А еще что может нам дать хорошего свечка? Если дома выключат свет, то если мы включим свечку, то нам не будет страшно. Да. Свечи с незапамятных времен помогали людям читать, греться и даже искать дорогу. Представляете? А скажите, свечка может быть опасной? Да. А чем? А если, например, ты включишь свечку, может пожар случиться, если неаккуратно. Да. А если дотронуться вообще, то можешь даже умеять. Да. Вы абсолютно правы. Из-за маленькой свечки можно очень сильно обжечься. И даже из-за нее может сгореть целый дом. Слушайте, а вам не показалось странным? Вначале мы говорили о языке, а теперь о свечке. Странно как-то. О, а чем же они похожи? Язык может принести пользу и свечка. Да. Язык может навредить и свечка тоже. Вы все правильно сказали. Получается, с одной стороны, язык, он нам просто жизненно необходим. Правда? А с другой, он может так обозвать, так наругать человека, после чего даже жить не захочется. Ромочка, ты проверял, наши свечи горячие ли они? Ты сильно обжегся? Нет, просто было горячее. Дай свою ручку, я ее пожалею. Видите, ребята, так язык может сделать очень больно человеку. Вот вы знаете нашего героя Яшу? У него язык за зубами не держится. Но с ним такое произошло, что он стал внимательнее следить за тем, что говорит. Однажды наши герои Яша, Тышка, Мышка и Миша с Машенькой пошли в поход в лес. Долго они шли или коротко, не знаю. Но Маша скоро устала и предложила передохнуть. Ох, давайте сделаем привал, а то у меня уже ноги болят. Какая же ты все-таки нюня! Что, теперь из-за тебя одной нам надо останавливаться? Яша, ты поаккуратней со словами. А то что? Тогда за Машу заступился Миша. Яш, но она же девочка. Ей труднее идти по таким дорогам. Ничего страшного, давайте немного передохнем все вместе. Тут и ему досталось обидное словечко от Яши. А ты вообще молчи, слабак! Что, делать привал через каждые пять минут? Тут и Тышка не выдержал. Яша, у тебя слишком длинный язык, как огонь, и может сделать большую беду. Яша примолк, но не потому, что осознал свою ошибку. Яша посчитал, что его шутки невинные, а обиды друзей несправедливы. Прошло некоторое время, а Яша не мог успокоиться и решил наказать своих друзей. Он стал специально отставать от всех и прятаться то за кусты, то за деревья. Он надеялся, что когда друзья его не обнаружат, страшно испугаются, станут жалеть и звать его. Яша, любименький, где ты? Зря, конечно, он это придумал, что он прятался от своих друзей. Вот скажите мне, кому надо было еще обижаться? Маша могла бы обидеться Тышка и Миша. Конечно, потому что виноват-то был Яша, а он еще взял и обиделся. Сразу бы извинился, улыбнулся, и не случилось бы того, что случилось. А вышло так, что Яша со своими великими прятками и потерялся. Он ведь бегал то влево, то вправо и совсем отбился от своих друзей. Потерялся и только сейчас понял, как он был неправ. Оставшись один, Яша представлял своих друзей и уже сотню раз мысленно просил у них прощения. Ему так хотелось их обнять, но друзей уже рядом не было. А в лесу-то рано темнеет. И испуганный Яша не знал, что ему делать. Или искать место для ночлега, или звать на помощь друзей. Но вдруг он увидел вдалеке светящиеся огоньки. Ему показалось, что это злые глаза волкоз. Яша испугался и мигом забрался на ближайшее дерево, потому что сил бежать уже не было. Представьте себя на Яшином месте. Как вы думаете, о чем он думал в этот момент? Он не думал ни про волков, ни о маме, и даже о том, что проголодался. А больше всего в этот страшный момент Яша жалел о том, что наговорил глупости своим друзьям. Он затаил дыхание и стал ждать. Что же сейчас случится? Огоньки стали еще быстрее приближаться. Но вдруг Яша услышал, что эти огоньки зовут его по имени. Яша! Яша! Вы, наверное, догадались, это были вовсе не волки, а его верные друзья со свечками. Он слез с дерева и побежал к ним навстречу. Они встретились, обрадовались, а Яша, как и хотел, попросил прощения. Извините меня, пожалуйста, мои дорогие друзья. Тышка, а ты ведь был прав. Мой язык действительно как огонь. Я из-за него чуть вас не потерял. И сам потерялся. Как мне повезло, что у меня такие бесстрашные и замечательные друзья. Яша, а твой язык не так уж плох, если ты нас такими добрыми словами называешь. У Яши аж глаза заблестели. И он на всю жизнь запомнил. Перед тем, как что-то сказать, нужно хорошо подумать. Хорошие мои, так как нужно в себе сдерживать слова плохие? Если хочешь сказать, то их надо сразу тушить. Тушить как огонь? Да. А как это? Вот так? Конечно, ребята, кому-то поможет, если он прикроет ротик ручкой. Кому-то нужно будет набрать в рот воды. И тогда он не будет говорить плохих слов. А кому-то поможет, если он выйдет в другую комнату. Поэтому, если вам захочется когда-нибудь сказать плохое слово, вы лучше вспомните, что произошло с Яшей в темном лесу. И тогда ваше желание сразу отпадет. Может, это вот так вот всегда ходить? Нет, что вы! Не нужно ходить с такими толстыми щеками, как хомяк. Добрые, хорошие слова жалеть не нужно. Благодарите своих родителей и поддерживайте своих друзей и соседей. Мои дорогие, самые замечательные, самые талантливые и лучшие друзья. Пусть ваш огонек добрых слов поддержит тех, с кем вы дружите. А мы с вами встретимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши незабываемые приключения в поисках главного. Пока! Мышка, Яшка, Мышка, и Машенька, и Мишка Цель продолжают. И летом, и зимою, и восемь, и весною Страну своей мечты идут. И дружбаландию найдут. Яшина зарядка Рано утром солнце встало и в окошко засияло. Руки мы к нему протянем, На носочки дружно встанем. Вверх, вниз, вверх, вниз, Вверх, вниз, вверх, вниз. Будем вместе приседать Раз, два, три, четыре, пять Три, четыре, пять, шесть, семь Не устали мы совсем. А теперь все руки в боки, как зачатки, скоки, скоки Раз, два, три, четыре, пять Не устанем мы скакать. Раз, два, три, раз, два, три Вместе с нами делай ты Яшка с нами подтянулся Раз, нагнулся, два, нагнулся Раз, два, три, четыре, пять Начал головой махать Влево, вправо, влево, вправо Голова ведь не устала Мы немножко отдохнем И опять махать начнем Раз, два, три, четыре В карусель мы превратились Погружились, покрутились Стройных птиц мы превратились Раз, два, три, четыре Руки выше, крылья шире Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Вверх, вниз, вверх, вниз Мы присели на карниз А теперь давай представим Бабочки везде летают Нужно бабочку поймать Раз, два, три, четыре Пять Пять Редактор субтитров Субтитры подогнал «Симон»